всем привет вы на канале наша жизнь в америке new life is my life сегодня у нас среда утро девять двадцать пять или 26 на регистраторе стоит в общем я закончил свой утренний развоз детей в школу марюшков колледж и еду сейчас на океан заниматься спортом а как вы поняли из названия сегодня будет такой скажем небольшой автомобильный влог про цены на какие-то вещи конкретно будет речь про зеркало еще про что там хочу рассказать пока буду ехать на океан по средам у меня точно уже вырисовался в графике спортивный день на океане и волей фитнесе кто подписан на инстаграм там видел мой пост я теперь хожу вернее бегаю не было и фитнесе бегаю на океане но по крайней мере по средам потому что получается выкроить лишний час я решил бегать по побережью это очень прикольно очень здорово вот и почему вот как бы немножко время получается с одной стороны больше с другой стороны меньше потому что раньше все дети ходили у нас в одну школу и получалось мы их могли завозить где-то к 8 30 может быть чуть чуть раньше там когда как вот а сейчас антошка у нас перешел в другую школу уже в среднюю вот и получается у него занятия начинаются в 8 10 поэтому вставать надо еще раньше завозим его потом везем детей там немножко маришка прислала сообщение что успела мы ехали немножко в пробке заторчали в трафике не опоздала на занятия у нее сегодня география опаздывать никак нельзя вот так вот получается антошку раньше завозим из-за этого и младших детей тоже раньше завозим они там еще немножко даже гуляют до занятий вот и у нас получается вот так вот немножко время сдвинулась в общем все равно времени мало и поэтому у меня есть такое маленькое обращение если среди наших зрителей подписчиков или кто-то кого-то знает кто-то кому-то может сказать передать рассказать я ищу монтажера на наш канал потому что видео могу снимать много а к сожалению монтировать его нету времени вот поэтому если вам интересно если у вас есть возможность если вы можете с кем-то поделиться этой информацией я буду вам очень признателен если к нам обратиться какой-нибудь молодой человек или девушка кто это монтажер он как и водитель не имеет рода вот который сможет делать наши видео пишите в телеграм или на любой из наших контактов или прямо вот под видео в комментарии я все комментарии читаю сожалению как-то мало вот ну в общем любыми средствами и способами можно связаться и нам это будет очень большая помощь а для вас будет больше видео но теперь переходим собственно к влогу из-за чего это все дело я начал разговоры разговаривать как вы уже поняли из названия влог будет такой автомобильный и немножко про цены в общем разбил я зеркало и думал что попал на большие бабки вот потому что мне доводилось наверное один раз менять зеркало в беларуси это было очень такой вопрос денежный не знаю как за пять лет изменилось что-то или не изменилось но кто живет в беларуси тот знает что у дилерах запчасти очень дорогие а на рынке бы ушка ну тут уже как повезет можно найти дорого можно найти почти по цене как у дилера типа она очень новая блин с машины там будущего года и бла-бла-бла и все дела ну в общем цены конечно там шокируют и поэтому я по старой памяти думал что все блин я как убил увидел разбито это зеркало думаю блин ну все по пандос на баблище ну все оказалось гораздо приятнее и интереснее вернусь назад как получилось что я его разбил в общем это случилось на первой неделе как он тоже начал ходить в школу и случилось это около его школы дело в том что школа расположена скажем так как бы как в частном секторе то есть америка она почти вся как частный сектор даже вот сейчас вы видите слева от меня стоят одноэтажные домики частные свои вот справа тут немножко коммунити двухэтажные но в общем получается школа стоит вот между этими одноэтажными домиками и дорожка очень узкая получается грубо говоря четыре полосы там в первой в левой и в правой постоянно стоят машины припаркованные у домов и получается две узенькие чтобы разъехаться вот а в связи с тем что школа съезжается очень много машин забирать детей это было время после обеда и получается заставлены вдоль бордюра две полосы и вот эти вот две узенькие полосочки разъехаться ну и в общем как то так вот так это с кем сбиваем его как-то так получилось что я зеркалом своим цепанул точно такую же honda такое же зеркало и мое схлопнулась и от хлопка короче в общем почему-то сама стекляшка само зеркало все пошло паутиной как вы увидели ну конечно я блин подрастроился подъехали мы забирать младших детей пока я машину парковал мне уже маришка она уже выбежал детей забирать звонит такая горит нашла на амазоне стоит 39 95 я такой думаю нифига себе блин 40 долларов в зеркало я был приятно удивлен то есть как бы цена ну ну не скажешь что копеечная копеечная было бы 4 доллара но 40 долларов это не цена это в общем я сразу ожидал где-то от 70 икс отки а учитывая то что скажем так здесь ехать где-то искать буш на это расстояние это время найти потом поехать забрать то я был готов в общем даже сразу покупать на своей дилерской на хонде и думал что это будет очень дорого и там я тоже был удивлен не будем забегать и в общем когда маришка сказала что на амазоне 39 95 но это была приятная новость вот но я на всякий случай взял написал сообщение менеджеру который постоянно принимает мою машину на обслуживание так мол и так говорю зел зеркало разбито сколько у вас будет стоить если поменять он не отписывается 50 долларов ну на 50 долларов еще падает налог установка он сказал бесплатная то есть получается грубо говоря на дилерской поменять зеркало 55 долларов я просто был шокирован такой ценой я помню когда-то я покупал брызговики на семерку в беларуси на бмв станция дилерская это короче это была официальная бмв станция у моего бухгалтера там был какой-то знакомый и вот она ему позвонила бла-бла-бла говорит моему директору нужны брызговики туда-сюда там по связям по всем знакомствам сделали максимальные скидки и они тогда обошлись по моему две сотни или что я не помню но это такие дурные деньги были блин просто жуть и поэтому когда мне сказали на дилерское зеркало 50 долларов я подумал ребята блин что происходит это же блин цена бабушки в беларуси елки-палки ну и все и в общем я увидел что она снимается и ставится легко я подумал зачем мне 15 долларов на хонде переплачивать я заказал на амазоне оно пришло через день и вопрос был решен поэтому скажем так вот приятный зачет в пользу дилерской что у них цена на запчасти недорогая вот ну поехал я работать и через день мне опять пришлось так сказать обратиться на дилерскую по другому вопросу поехал я работать и с работы вернулся с перегоревшей лампочкой ближнего света вот все это случилось с пятницы на субботу в субботу я надо было быстро поменять чтобы опять ехать чтобы у меня все лампочки горели потому что иначе можно тикет получить тикет будет однозначно дороже лампочки поэтому я не стоял у меня вопрос там даже про amazon чтобы сэкономить мне надо было быстро поменять лампочку вот можно было это сделать значит либо на дилерской либо пойти в магазине купить так я заболтался проехал свой поворот жалко придется вернуться вот значит я быстренько тоже написал туда мне пришел ответ что лампочка будет стоить 40 долларов там что-то 39 или или прямо 40 я не помню уже плюс я налог так понимаю получилось бы где-то 44 45 долларов одна лампочка я такой быстренько открыл сайтик магазина смотрю там гораздо дешевле а учитывая то что я обслуживаюсь на п бойс они имеют свой магазин у меня от них постоянно приходят купоны за то что я у них делаю шиномонтаж балансы той ротейшн развал схождения прочее они постоянно дают купончик на 10 долларов я думаю пойду-ка я схожу в магазин потому что лампочку поменять небольшая проблема сравниться вот тут конечно сравнение цены было не в пользу дилерской однозначно не в пользу потому что одиночная лампочка стандартная стоит п бойс 1699 то есть понимаете 17 и 40 как бы разница в два раза вот значит но единственное отличие было что это лампочки были philips в магазине а на дилерской ставят остром она приходит с завода с остром лампочкой и ее же там и меняют на такую же оригинальную ну как бы мне не принципиально там остром philips я думаю не по качеству абсолютно одинаковые вот посмотрел я весь ряд так сказать всю линейку этих лампочек которые представлены были в магазине и в общем цена получилась следующая если брать лампочку одну как я сказал она получается 17 долларов это стандартная типа оригинальная не всякий там не белый свет не дополнительный просто обычная лампочка вот если брать чтобы свет был немножко похолоднее а лампочка типа якобы плюс 60 или плюс сто процентов цена возрастает в два раза что интересно что мощность и на той и на той стоит 55 ватт нету лампочек не 60 ватт не 70 ватт я помню в беларуси в свое время я покупал какие-то 75 ватт чтобы они типа ярче светили ни хрена ни наверно ярче не свети вот но тем не менее думаю у меня есть купон давай-ка я проверю плюс сто процентов значит я взял упаковочку из двух лампочек сейчас где-то она вот такая вот такой вот philips значит здесь написано extreme vision плюс сто процентов у нее типа мощности вот так у нее пятно показывает светит относительно оригинальный собственно вот тут еще одна лампочка я вторую не поменял вот решил взять две чтобы ну поменять типа в обоих линзах вот так значит что получилось вот этот вот комплект из двух лампочек стоит 55 99 я так прикинул возьму плюс то а вдруг ярче будет светить учитывая что у меня купон 10 долларов получилось я купил две лампочки по цене одной на дилерской то есть дилерская конечно по лампочкам получается по пандос продает дороговато неприятно но если горит то можно поставить вот но как же я был удивлен как я попал скажем так в пэп бойс и как бы я мог попасть на дилерской когда я залез на амазон эти лампочки на амазоне практически в два раза дешевле чем в магазине то есть я просто был в шоке ну тут я не расстраивался попал не попал потому что я сразу когда покупала как я вам сказал я даже не думал об амазоне потому что времени не было хоть у нас и amazon prime приходит чуть ли там не на следующий день но у меня не было времени ждать мне надо было как говорится сейчас сегодня и прямо вот в данный момент поэтому я их купил но увидев такую цену на амазоне я сейчас просто решил заказать чтобы у меня в комплекте валялась такой запасной набор на всякий случай вот просто просто amazon просто убивает вообще всю торговлю в магазинах своими ценами там такие цены приятные но просто я говорю практически в два раза дешевле этот набор там я сейчас не помню не буду врать по моему что-то получился он или 25 или 35 долларов даже если 35 долларов то почти два раза дешевле получается потому что в магазине на 55 будет налог это получается 60 против 35 можно сравнить вот вот такой вот интересный опыт покупки авто запчастей авто прибамбасов получается вот таких текущих скажем по ценам дилерской и магазина и amazon а получился у меня буквально вот скажем так на днях был я очень удивлен как я сказал в начале что цена на дилерской на зеркало была такая дешевая неожиданно и практически но amazon чуть чуть дешевле был ну и конечно я был удивлен ценой на лампочку что amazon так дешево продает намного дешевле чем в магазине ну вот собственно и весь вот я уже практически подъехал к океану осталось минут пять после этого светофора пойду позанимаюсь немножко спортом побегаю а потом пойду в лэй фитнес нам меня ждут бассейн и тренажер ну вроде все всем спасибо кто посмотрел этот влог жду ваших комментариев делитесь ценами на запчасти на бушку какие с какими вы сталкиваетесь своих регионах не забудьте про монтажера если кто-то может поделиться с кем-то информацией или кто-то смотрит и хочет предложить свои услуги обращайтесь вы были на канале наша жизнь в америке new life is my life я с вами не прощаюсь увидимся в интернете в очередном новом влоге либо в корешском либо в магазинном либо в детском школьном либо в автомобильном всем бай-бай пока пока увидимся и 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